Музыка Вы смотрите Тагил ТВ, завсегда с народом Ольга Виноградова и Евгений Ломакин. Сегодня у нас прекрасный гость в студии, музыкант, композитор, чемпион высшей лиги КВН. КВН, одним словом, творческая личность. Николай Рыбаков, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, творческой личности исполняется 25 лет творческой деятельности. Собственно, это и послужило таким информационным поводом, чтобы мы вас пригласили сюда. И начнем с того, 25 лет, довольно много. Мы уже понимаем, что вам явно больше 25. Это факт. Да, но с чего-то же все начиналось. Вот про первый год хочется сначала услышать, когда началась творческая деятельность. Чувствую, что наслышан уже 25 лет. Я считаю, что многие там говорят, я там начал в садике заниматься творчеством. Нет, ну, конечно, правильно. В школе стишки, песенки там рассказывать, это тоже здорово. Я вот веду лично свой отчет с того момента, когда попал в студию эстрадного пения. Это была студия «Сюрприз» ДКНТМК. Какой это год был? Это был 90-й год, это был ноябрь месяц. Точной даты никто не помнит, когда это были, потому что никто не вел хронологию. Прослушание было глобальное, там человек 300, наверное, прошло. И все, кто тогда прошли и остались, и потом часть отсеивалась, вот это была группа, тогда еще не сюрприз, это была просто группа людей, которые пели. Руководители Светланы Николай Белецкие, этих людей тоже в городе все прекрасно знают. Как и студию. Знают многие составы, их было несколько разных. Вот вы в первом составе. Я так понимаю, что я был в первом составе, он еще тогда и сюрпризом-то не назывался. Сюрпризом нас назвали зрители. В 90-е годы тогда вот шоу-бизнес начал набирать обороты российские, поэтому пошли вот в подобную группу? Я помню тогда... По подсознавлияниям музыкального атмосферы музыкальной. Это получается у меня был тогда 3-й, 5-й класс. Было очень тогда завидно, была группа Гнома уже целый год, они по городу. И фотографии у девочек там черно-белые, вот это там Саша Карулин, это там Сережа Потапов. Так было дико завидно. Хотелось тоже чем-то таким позаниматься, вот. И увидел, когда объявление набирается в набор студии «Страна пения», я даже не задумался. Ну, получается, это именно и подтолкнул. А подтолкнул то, что, почему называют, что это именно 25 лет, потому что тогда у нас сразу же, буквально через месяц-два, начались уже очень серьезные концерты и очень много. Мы начали песни разучивать, реально песни, как грибы. Мы уже, вот, кстати, в ноябре мы только образовались и уже в новогодней кампании участвовали. В елочках, там записывали эти все музыкальные заставки для ДКНТМК. То есть работа пошла сразу же, буквально неделя. И она захватывает. Все тогда еще хотели попасть в утро с пестрым зонтиком в свое время. Другой вопрос. Вот 25 лет, все началось с сюрприза. Что было дальше? Вот как развивалось все творчество и к чему пришли? Вот основная деятельность сейчас. Прям хронологичная. Ну, давайте такие основные, яркие. Ну, получается, у меня все на самом деле действительно хронологично. 7 лет я пробыл в сюрпризе. Это был уже 97-й год. Я тогда учился на первом курсе института. Все прекрасно понимают, что студия детского эстрадного пения и как-то институт, это уже вроде бы не должно быть сильно совместимо. Естественно, интересы начали другие появляться. Я тогда как раз попал буквально через какое-то количество времени, ну, покинув этот ансамбль, оставшись с ним в очень дружественных отношениях со всеми участниками и с руководителями в том числе. Я попал тогда в КВН. Это была команда КВН пединститута «Шарм». Были замечательные люди. Сейчас, я не знаю, встречаются они вместе или нет, потому что я знаю, что кто-то живет в Америке, кто-то живет в Москве. Большой сейчас вообще Костя, он, я не знаю, очень такой ведущий на первом канале. Много где-то приятно. Да, потом, я так понимаю, были в одной команде с ним. Потом была еще одна команда, команда Тапи. Это фактически, когда ребята выпустились, то есть я к ним попал, они были на четвертом курсе. Тебе сразу вопрос, кто спонсировал эту команду? Которую? Нельзя, нельзя, нельзя. Почему? Это специально под спонсора название делалось. На самом деле, придумалось коллегиально. Сидели, думали тоже, ну, команда, команда, ну, пединститут, понятно. Давайте как-нибудь назовемся так, и чтобы спонсор был. Целый вечер голову ломали. И тут вот, я честно говоря, не помню, кто у нас ляпнул тогда из участников Тапи, что, а что, нормально, Рашфрост, Тагильский пединститут. Ну, и, соответственно, и там директор тогда еще был Волковский Евгений Павлович Тагильского пива. Это я почему знаю, потому что мы как раз сразу же в этот же, мы вечером придумали, и на следующее утро позвонили. Здравствуйте, вы знаете, мы команда Тапи, Тагильский пединститут, хотели бы к вам обратиться за помощью. Нам, причем, не то чтобы раздумывая, нам сразу сказали, приезжайте. Повезло. Ну, то есть, вот был какой-то период КВН, да, и он закончился. И вот, когда учишься в институте, получаешь какую-то, ну, грубо говоря, мирскую профессию, обычно из творчества уходишь, ну, многие люди сделают выбор в сторону каких-то технических специальностей, но вы остались. Почему? И какую специальность получали? А, в институте? Да. В институте я получил специальность учитель истории. Как это, не странно, да, потому что многие даже не знают. Почему не стали учителем? Почему вот все-таки остались в музыке? Ну, вы знаете, педагогическую профессию я, в принципе, не забросил, хотя учителем в школе я не работаю и не работал никогда. Я вообще считаю для себя вот этот пединститут, это не столько научили меня, как стать учителем, хотя учили очень хорошо, сколько научили общаться, точнее, не научили, а помогло это мне общаться с очень хорошими людьми. Там же я же не забрасывал и творческую свою жизнь, то есть там по всем фестивалям, с теми же командами КВН. Оттуда же я и попал в команду КВН «Уральские пельмени», потому что мы с командой ТАПИ выступали на одном из фестивалей. По-моему, то ли «Снежные буйраки» это были, то ли «Шизгара» уральская. То есть вот и там пельмени заметили, по-моему, «Снежный буйрак» в Челябинске. Подошли и... До сих пор существует. Да, заметили и сказали, не хотели бы молодой человек поучаствовать в нашей команде. Я сказал, а сколько мне есть времени подумать? Я такие, вот мы послезавтра выезжаем, едем, все. Тут как бы... Замечательно. Ну, КВНчики в принципе такие люди. А насчет преподавательской, вы знаете, я не забросил вообще эту идею. Я вообще считаю преподавательскую деятельность одной из самых, то есть образовательной деятельности. Самых перспективной в будущем. Многие, может, люди этого не понимают, но я думаю, в скором времени поймут. Вот сейчас, вот ваша творческая деятельность сейчас, она из чего состоит? Что это? Где вы играете, да? Что пишете? Вот, когда я ушел из «Уральских пельменей», ну, так получилось, разошлись наши пути. Не могу сказать, что... Об этом мы еще поговорим. Да, разошлись наши пути. Я не запросил творческую деятельность в качестве вокалиста. То есть работал по нашему Уральскому региону с разными концертными компаниями. Города Екатеринбурга, города Челябинска. Потому что вокруг «Уральских пельменей» было очень много администраторов, которые занимались помимо КВНа еще и организацией больших концертов. Я работал, работал очень много. Работал в разных местах. Но пришел к тому, что понял такую одну мысль. Многие спрашивают, почему ты не уехал? Я понимаю, что хорошо там, где нас нет. Я знаю, что наш город, где я живу, и я его очень люблю на самом деле, потому что этот город, как говорил мой друг, в этом городе можно в любую дверь зайти с ноги. Открыл, сказал «Вау, привет!» Вот здесь так же. Я не могу в Екатеринбурге так кому-то прийти в гости. А тут запросто есть такие еще друзья, знакомые, кому можно вот так вот завалиться, сказать «Привет, давно не виделись, давайте как-то...» И вообще, в принципе, фраза вот эта «Хорошо там, где нас нет», она правильная. Мне кажется, если есть место, где человеку комфортно творить, то, собственно, там он и остается. Ну, грубо говоря, если кому-то некомфортно жить в Тагиле, то ты уезжаешь. Есть такое? Мне кажется, люди уезжают из города в поиске чего-то нового. Потому что я не могу сказать, что в других городах там хорошо или лучше. Невозможно это сказать. В других городах по-другому. То есть ты уезжаешь туда, чтобы понять, что там что-то другое, что-то новое. Вот это постичь для себя. А невозможно где-то быть, что где-то лучше, где-то хуже. Нет такого. Ну и ни разу у вас не было желания покинуть Нижний Тагил? Я очень много городов объездил за гастрольную деятельность. Я много где был. И могу сказать, что у нас-то не хуже, чем где бы то ни было. Ну, я предлагаю сейчас как раз-таки поговорить про Нижний Тагил, про настоящее время. Уже скоро филармония Тагильская проводит концерт, посвященный 25-летию. О котором уже говорили. Вашей творческой деятельности. Да, что это будет за вечер? О какой именно творческой деятельности будет, ну, идет речь в принципе? Тут скорее получается не то, чтобы... Я не хотел бы вообще этот концерт какому-то событию приурочивать. То есть я бы не хотел сказать, что это приурочено там к дню рождения. Там к юбилею многие говорят. У тебя юбилей? Я говорю, нет, у меня не юбилей. А у тебя в этот день день рождения? Нет, у меня не в этот день день рождения. У меня день рождения на следующий день. А у тебя что это? Юбилей там чего-то? Я, вы знаете, говорю, я просто хочу сделать концерт. Если кому-то приятно сказать, что мне 25 лет творческих день, давайте мы сделаем именно так. Потому что это в принципе так. Спасибо, Баскова. А мне 25. Ну, там, да. Вот мне 25. Давайте. Потом Галкин устроил. А мне 26. Вот такой концерт. Нет, я не хочу приурочивать ни к чему. Я не хочу говорить, что вот это какой-то бенефис. Нет. Я не хочу говорить, что это какое-то достижение показать там свое. Нет. Ни в коем случае. Я просто хочу пригласить людей на этот концерт, которые меня давно не слышали. И чтобы они меня послушали в разных ипостасях, так скажем. Чтобы там будет группа Blues Line. То есть это будет определенный жанр музыки. Там будет Странный Духовой Оркестр, Тагил Бэнд. Это совсем другое направление. Там будут тагильские гармоники. Там еще кое-что будет. Не буду сейчас говорить. Кто придет на концерт, тот обязательно увидит. И все эти коллективы, они что-то для меня значат. То есть я в этих коллективах... Самое главное, что все эти коллективы — это живые коллективы. Что значит живые? Живые, объясню. Я всю жизнь в том же «Сюрпризе», в том же «КВН» и везде пел под, пусть минусовую, но фонограмму. То есть это набор звуков, записанный изначально там на синтезаторе или еще где-то. Но он определенный, и его уже изменить нельзя. Эти фонограммы, они не дышат. Ты к ним уже настолько привыкаешь, что они, в принципе, становятся, ну, как-то надоедливыми, что ли. Многие таких певцов, кто поет под это, называются караокщики. Ну, то есть туда, где только накладывается голос. Есть там, где и голос записан. Мы смеемся сами над собой. Вообще не заморачиваются. Я никогда не пою под такое, не пел никогда под такое, где записано. У меня даже в свое время и демок-то не было, чтобы вот показать. Хотя многие думали, что пел под фонограмму приятно. Когда подходят, говорят, вы знаете, вот все здорово, но вот вы же под фонограмму поете. Спасибо. Вот. Это самая лучшая оценка на самом деле. Но как организатор концерта, да вы что, он нам демку не может сдать уже давно. Но все время поет под минус. Даже на улице было минус 20, я помню. Коля, ну ты как, это же холодно, это же... Да ладно, справимся. Ну, потому что зачем обманывать зрителя? Вот могу петь? Могу, не могу, но зачем я буду рот открывать? Уважаю за такую позицию. И в данной ситуации мечтал, вот ходил, вы знаете же, Деканит МК, это же много коллективов. Помимо сюрприза, там еще был такой замечательный коллектив, Ником Биг Бенд. Вот, участвовали с ними в разных концертах вместе, сотрудничая особенно в новогодних. И, знаете, ходишь, так смотришь на них. Вот оркестр играет, там выходит солист весь такой красивый, поет как здорово. Все это... И я вот чувствую вот эту массу, вот эту вот эмоции, которая меня в этот момент переполняет, когда вижу, когда играет оркестр, я тоже туда хочу. Я не мог тогда, как бы, напроситься, может быть, на вот это. Но всегда думал, что если вот за мной играют музыканты, меня от этого еще больше переполняет энергии. И, соответственно, раз во мне энергии больше, я ее эту энергию даю зрителю. Это приятнее, чем петь под набор звуков. Всегда хотел. И тут так сложились обстоятельства, что попал сразу в кучу коллективов. Почему Блюзлайн? Потому что это первый живой коллектив, в котором я поучаствовал. Приглашение было от самих участников команды Блюзлайн. С удовольствием согласился. Очень приятно мы с ними два года вместе поработали. Остались великолепнейшими друзьями. Естественно, вопросов не возникло, когда я пригласил их на творческий вечер со мной вместе поучаствовать. Сразу да. Потому что ребята классные, играют здорово, замечательно. Я даже не представлял себе этого вечера, в принципе, без них. Тагилбенд замечательные ребята, много. Оркестр. Смотришь на это все и вот как по-детски, наверное, умиляешься и радуешься. Думаешь, ну вот если вот этот коллектив не будет участвовать в творческом вечере, потому что я с ними работаю в Нижнетагильской филармонии, то кто еще? Тагильские гармоники, они другие, нежели Тагилбенд. Но это тоже высокие профессионалы. Это вот под них тоже, когда выступаешь и понимаешь, что вот эти люди сидят сзади тебя, играют великолепно. И ты настолько получаешь удовольствие на сцене, что я не могу этим удовольствием не поделиться со зрителем. Вот мы сейчас говорим о разных стилях музыки. А вам-то ближе к какой? Я думаю, очень много перебрали за всю свою творческую деятельность. Но что нравится ближе? Или может быть с возрастом как-то вкусы менялись? А тут, мне кажется, под настроение. Вот как там один художник? У меня сейчас голубой период, у меня сейчас вот такой период. У меня тоже бывали периоды разные, когда я после, допустим, того же ухода из сюрприза начал слушать разную музыку, чтобы как-то самосовершенствоваться, самообразовываться, самовоспитываться. Я слушал очень много творчества Валерия Бадзинского, очень много слушал творчества того же Евгения Мартынова, потом начал слушать каких-то еще зарубежных исполнителей. Я смотрел на них, я слушал их, и я как бы сам себя этим воспитывал. Мне очень много какая музыка нравится. Хорошая, мелодичная, приятная. И я не могу сказать, что у меня какая-то есть определенная любимая музыка. Она под настроение. Вот у меня сейчас хорошее настроение, я хочу чего-то позитивного. У меня фееричное настроение, я хочу действительно вот как тот коллектив, который видели на день города. Да, да, такое настроение бывает очень часто. И поэтому, если у меня такое настроение, то я, естественно, его ассоциирую вот именно с этой командой. То есть, получается, под настроение вы уходите из группы и возвращаетесь? Я не ухожу из этих коллективов, я в них участвую, конечно. У меня, соответственно, вопрос, что касается ваших коллег из разных коллективов. Нет ли ревности, что вы туда-сюда останетесь с нами, хватит к ним бегать, останетесь с нами уже наконец-то. Ну, вы знаете, я, допустим, долго уже не работал с Блюзлайном, но я знаю, что у них все прекрасно. У них сейчас такая маленькая солисточка с девочкой. Я, правда, вот видел один раз всего выступления, но скажу, тут как бы они-то тоже на месте не стоят. Они-то тоже вперед идут. Мы идем параллельно. Я иду в одном направлении, они идут в другом направлении. И иногда мы с ними на мероприятиях пересекаемся, но ревность-то какая? То есть, они занимаются своим делом любимым. Я же им, скажем так, если чем-то помогу, то это будет здорово. У нас такое творческое, приятельское сотрудничество получается, да? Да, вот с этими ребятами, да. Но это очень редко вообще, не только музыкальные коллективы. А в остальные коллективы, с которыми я сейчас пою, выступаю, так мы с ними это делаем, в одно время мы делаем с одним коллективом программу, с другим коллективом программы. Тем более, что тот же Тагилбенд и Гармоники – это коллективы Нижнетагильской филармонии. Вот немножко заговорили, кстати, про такую группу, которые выступали на День города в таком стиле СКА. Вот расскажите, она еще живет? То есть, или она так собирается под какие-то торжественные мероприятия? Она живет, она вот буквально совсем недавно выступала на, это был день рождения, один год, клубу Инжи. Мы тоже поучаствовали в этом событии, расколбас устроили, естественно. Потому что настроение у нас такое было. Да, мне кажется, такие группы вообще, на самом деле, для какого-то мероприятия, это прям самое оно. Вы знакомы с Волгой Волгой? Вот, наверное, по Волже гордиться просто своей Волгой. Мы воспитываемся на них, понимаете, они, я считаю, вот Волгу-Волгу, это какая-то, я не знаю, родоначальники, что ли, вот такого направления веселого СКА. То есть, вот направление СКА, команд, которые не поют, ну, вот есть же у нас группа Ленинград, естественно, творчество этой группы, оно очень такое… Противоречивое. Противоречивое, да. Там кому-то очень нравится, мне очень нравится их творчество, мне очень нравится их звук, мне очень нравится их напор, их позитивная энергетика, но, допустим, не всегда тексты их песен соответствуют тому, что можно показать народу. Хотя, очень, на самом деле, все позитивно. А вот, допустим, Волга-Волга, чем они занимаются? Они берут популярные песни и показывают их по-своему. У нас в этом коллективе, в группе «Формат звука» есть ряд песен, которые мы, в принципе, научились у Волги-Волги, а есть ряд песен, которые мы, в принципе, сами подумали, что «А почему бы не сделать в таком же стиле?» и тоже, скажем так, переложили на вот такой формат. И, насколько я знаю, есть еще группа, с которой вы начинали уже как руководитель «Оранжевая песня». Ну, руководитель это очень громко, я не люблю вот этих пафосных всех. Нет-нет, тут даже не в пафосе дело. Грубо говоря, когда создается музыкальный коллектив, для меня всегда, во-первых, от музыки я далека, но как вот собрать музыкантов и сделать так, чтобы получилось что-то единое целое, то есть создать произведение, разложить на партию, это прям очень сложно. Вот вы себя как больше видите? Как участник группы, вокалист или все-таки человек, который вот создает? Лизер, да. Ну, вот кто знает, допустим, о существовании такого коллектива, как «Оранжевая песня», я знаю, что такие люди есть, потому что мы выступали с этим коллективом. Это был проект, он почему-то так и называется «Виа оранжевая песня», сразу понятно, о каком периоде, скажем так, нашей эстрады идет речь. То есть мы, естественно, в этом проекте пытались вновь показать старые, любимые всеми нами песни 70-х годов, 60-х даже у нас там было, 80-х, но уже в своем каком-то переложении. Это действительно была кавер-команда, которая делала много же пониманий кавер. А мы свое прочтение этих композиций, мы не снимали один в один, мы показывали, как вот нам бы хотелось, чтобы эта песня прозвучала. Этот коллектив, тут можно так сказать, я увидел на одном из выступлений команду, состоящую из трех человек. Там был барабанщик, бас-гитарист и гитарист. Играли, на мой взгляд, просто великолепно. Причем вот их трое, а такое ощущение, что играет там большой бенд. Хватало вот на самом деле вот этой вот энергии, я к ним подошел. Группа называется «Соколс Бенд». Это братья Соколовы, Юрий и Илья. И Алексей Зимин, поэтому «Соколс Бенд». Я к ним подошел, обратился, сказал, ребят, не хотели бы вот поучаствовать вот в таком проекте, ну не проекте, коллектив вот вместе соберем. Вы бы играли, допустим, я бы что-то, может быть, тоже на гитаре, насколько бы мог, там, не знаю, в ритме подыгрывал. И вот такой материал, вот такой формат песен. В принципе, им было очень интересно. Несколько лет просуществовал этот коллектив, тоже, наверное, пару-тройку. Выступали в основном по области, то есть на больших, кстати, площадках. Новогодние мероприятия тоже было достаточно много. То есть, в принципе, проект был достаточно востребован, очень качественный. Но все равно можно сказать, что вы основатель. Я не то чтобы основатель, я органи... Идейный вдохновитель. Идейный вдохновитель, это будет корректней. Я думаю, что так. Хорошо. Но все равно сложно ли вот с коллективом, вот в качестве идейного вдохновителя? Ведь можно быть частичкой коллектива, а можно быть, не знаю... Когда есть идеи, несложно. А когда идей мало и наступает какой-то кризис жанра, конечно, сложно что-то придумать. А вот когда кризис наступает, что делать? В мозгах? Не знаю, как у вас там... Ну, действительно, вот когда существует коллектив, и вот наступает момент, когда вроде как бы, ну вот, не знаю, и списались, и все. Что вы делаете? Либо уже перестаете существовать. Мне кажется, там создается новая группа. Вы знаете, что формат звука, в принципе, это дальше перерождение. То есть, это же был коллектив, которому 7 лет исполнилось в этом году, тоже в декабре. Это был инструментальный коллектив изначально. Я о нем, кстати, здесь же, в этой же студии рассказывал. В коллективе формат звука сидел вот на этом диванчике как раз. Еще с Севой. С Севой, да. Я как раз рассказывал об истории формата звука. То есть, 7 лет назад организовался этот коллектив, и он был инструментальный проект. Вокалистов не было. А сейчас в группе формат звука как раз участвуют двое человек из группы Soccles Band. То есть, и из оранжевой песни одновременно, это братья Юрий и Илья Соколова. Поэтому, в принципе, мы никуда не девались. То есть, вы пересобираетесь в разные форматы? Мы играем сейчас в том формате, в котором нам сейчас интересно играть. Если, допустим, у нас появятся еще какие-то идеи, я думаю, что вот мы такие люди, которые друг к другу уже притянулись, прикипели, мы обязательно что-нибудь придумаем. С вашего позволения, немножко отвлечемся от музыкальной темы и вернемся к другой теме. Вернемся, потому что мы уже и начали. Нас, Оля, беспокоят еще эти три буквы в вашей жизни. КВН. И все-таки мы хотим узнать. Вы, то есть, да, еще раз повторимся, были участниками «Уральских пельменей». Да, почему не продолжили с ними путь? Почему вы решили уйти? Ну, это был, я не знаю, многие задаются этим вопросом. Это был нелегкий тогда для меня, наверное, в творческом плане 2002 год. Это уже заканчивался, наверное, четвертый год гастроли с «Уральскими пельменями». Тогда у команды начался какой-то, я не знаю, то ли поиск новых путей, то ли тоже творческий кризис, потому что команда начала заниматься съемочными проектами. То есть, это проект сериалов, пилотных каких-то версий. Естественно, на эти пилотные версии уезжала горсточка людей из команды, то есть, там, 3-4-5 человек, самые медийные, скажем так, популярные лица. А мы все сидели и так вот, как вот, и ждали их, когда же они у нас вернутся со съемок, когда же. И когда хотелось как-то творить и что-то делать, вот ожидание, оно было смерти подобно. И поэтому я начал заниматься другими проекторами. У меня так получилось, что у меня были мероприятия в это время уже, очень много договоренностей. Там концерт, здесь концерт, тут выступление, такой-то праздник, такой-то корпоратив. И когда уже приглашение пришло, допустим, Коля, поехали, у нас там в Хантамансийский кубок. То есть, мне капитан позвонил и сказал, Коля, поехали, все, мы собрались. Это вот после трех или скольких там месяцев вот этого перерыва едем. Я, Андрей, говорю, ты меня, конечно, извини, но у меня вот мероприятие уже вот здесь. Вот я же не могу им позвонить, сейчас сказать, я не буду работать на этих мероприятиях, потому что вот уезжаю. Я же уже там дал подтверждение. Ну и вот, и так получилось, что я здесь выступаю, там выступаю. И как-то раз позвонили, два позвонили. Но, естественно, все это потихонечку сошло на нет. Ну, я считаю, что все верно. То есть, сделано, да, зачем ждать. Скорее всего, в перспективе также пришлось, наверное, бы ждать. Что дал КВН? Вот мне кажется, это такая школа жизни, я знаю, это не полнослышки. Ну, вот как вы вот эту часть творчества КВНовского вот в своей судьбе как их характеризуете? Что он вам дал? Я, наверное, стал на сцене в КВН более позитивным, что ли, менее консервативным. Я стал воспринимать разные стили и направления, что есть не одного, а есть много. Я познакомился с таким замечательным музыкантом Сергеем Калугиным, который до сих пор играет, в смысле, работает в «Уральских пельменях». И он меня там направлял и говорил, что, коль, существует не один стиль музыки, а их много. И если все смотреть и постигать, то это жизни даже не хватит. Но ты попробуй, посмотри, это же интересно. И вот я начал по-другому смотреть вообще на некоторые вещи. Естественно, это огромнейший опыт сценической работы словесной, огромнейший опыт, я не знаю, восприятия мира по-другому, там, с точки зрения юмора. То есть вообще все по-другому, то есть ну никак в жизни. Я абсолютно не жалею, что я провел эти годы с этой командой. Я абсолютно не жалею, что я сейчас провожу вот это время там не с командой, а с другими людьми. Я общаюсь с людьми, я живу в этом городе, я постоянно куда-то езжу. И я понимаю, что все, что сейчас происходит, оно должно быть, оно закономерно. Сейчас общаетесь? Бывает, встречаетесь? Бывает, встречаемся. Очень рады всегда, там, я не знаю, минут 15, там, только как, что, где. Изменились ли ребята? Вот после того, как у них встали в какой-то жесточайший график вот этих концертов, да, вот эта популярность шоу «Уральские пельмени», они сейчас еще популярнее, чем тогда. Ну там сейчас буквы-то КВН не употребляются, во-первых, потому что, да, это шоу «Уральские пельмени». И тем не менее, вот изменились ли? Вот такой вопрос. Ну, когда я с ними встречаюсь, мы даже почему-то так говорим, да вот, ну никто ни капельки не изменился. Ну вот, потому что мы-то же общаемся на своем уровне, не как, а как мы привыкли общаться тогда, так и общаемся. Если сказать, что, может быть, кто-то там стал более заносчивым, там, я не знаю, в общении со мной такого не происходило. Ну, это самое главное, что когда уходят из коллектива даже, чтобы... Мне кажется, им сейчас даже звездики как-то. У них столько работы, что им даже вот, как многие говорят, там, какая-то звездная болезнь, но мне кажется, нет на это времени у них. Они, на самом деле, такие рабочие лошадки, которым вот и то, чтобы не завидовать даже нужно, а как-то посочувствовать, пожалеть, да, что столько работы, и это просто невозможно. И они справляются с ней. Я безумно рад, смотрю обязательно там по СТС концерты и слежу. И бывают, конечно, неудачные концерты, но иногда бывают такие, что там, не знаю, под стул сползаешь. Смешно. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу последний, финальный вопрос. Вы там подрежете, я думаю, да? Нет, с вами мы не подрежем, мы постараемся все оставить. А, ну, который, как бы, мы должны его задать. Где и как вы будете встречать Новый год? Я уже, знаете, сколько лет всегда нахожусь в такой ситуации, что я никогда не планирую Новый год. О том, где я буду встречать Новый год, я, как правило, задумаюсь буквально за 2-3 дня и пытаюсь создать какой-то экспромт. Авантюрист по жизни, мне кажется. Возможно, да. Не знаю, как-то вот не пытаюсь планировать Новый год, я не знаю. Может быть, сейчас вот за эти 3-4 дня встречу каких-нибудь людей, с которыми было бы здорово справить Новый год. А, возможно, я это сделаю дома с семьей. А, возможно, не буду я вам ничего поделать. Хорошо, Николай, спасибо. Удачи, мы не будем задерживать. Да, сегодня у вас мероприятие. Может, там у нас саундчек. Могу, что? Продолжение следует...